Приветствую вас на канале. Очень приятно, что я могу вам предоставить именно здесь, в этой рубрике, характеристики каждого знака зодиака, в чем сила и в чем успех козерогов будет здесь. Но актуально, конечно, для всех знаков, потому что, когда мы познаем другие знаки, мы познаем себя, нужно знать. И я буду делать совместимость для любви и бизнеса козерога со всеми знаками зодиака. Это карты символон. Они нам помогут чисто визуально. Символон это, прежде всего, как пособие астрологическое, чтобы понимать немножко лучше. В картинках пособие астрологическое очень классное. Ну и, конечно, предсказательная система. Я преподаю символон и преподаю астрологию. У меня можно заказать уроки по астрологии. Научиться считать натальную карту. Но я перехожу прямо к делу. Если вы козерог по солнцу или каким-то другим признакам, все признаки важные, вот такая будет ваша совместимость с другими знаками. И пока я буду рассказывать совместимость, я тоже буду в общем давать картинку силы козерога и его успеха. Успех, конечно, познается любого человека. Это в общении с другими людьми. Потому что сам по себе человек на земле успешный не может быть. Не бывает такого. Успех любого знака, в этом случае козерога, всегда связан с тем, как вы понимаете других людей, как вы с ними взаимодействуете для любви и для бизнеса. Поэтому я называю свои видео «Успехи, сила, знака» и делаю совместимость с другими знаками. Это в этом сама глубина сути понимания, для чего успех. Кто-то спрашивал, а расклад сделаете? Конечно, сделаю. Безусловно, буду делать все, что вам интересно, с удовольствием. Но нужно знать, что успех любого знака, он познается в соответствии с другими людьми, как вы умеете взаимодействовать. Итак, козерог здесь. Если вы имеете партнера в любви или делах, кто тоже козерог? Вот вы такие два мудрых человека, два человека, которые понимают духовность земную. Это высшая ипостасия Творца у нас на земле. Я очень много слышу обидного в сторону козерога, что там они программисты. Ну, в смысле, как программисты, какие-то заточены на работу или же на карьеру. Это все лишь только потому, что 10-й дом гороскопа, он связан с козерогом, чисто символически, конечно, тоже. Это проявление человека в обществе, да, конечно, козерог. Но это всего лишь очень маленькая часть понимания козерога. Козерог открывается нам, как и любой другой знак, через планету управителя. Планету управителя у козерога – это Сатурн. И здесь не зря песочные часы и записи Акащи или же Тора, да, книга мудрости. Идет речь о том, что Сатурн показывает нам само лицо правильное козерога. Конечно, да, им свойственна меланхолия, безусловно, серьезность. Но это лишь потому, что эти люди понимают натуральные законы. И натуральные законы – это не спонтанные законы. Это не спонтанность, не харизма, не, как бы сказать, фантазии какие-то. Да, это как есть. Мир, какой он есть – это понятие Бог в физическом проявлении на Земле. Мир нужно принимать, какой он есть. Это не Бог, который дарит подарки за хорошие поступки. Церковный Бог. Такой Бог тоже бывает, тоже есть. Другая апостасия Бога. Но самые высшие апостасии – это законы природы. Например, гравитация, лавитация. Что посеял, то пожнешь. Вот такие законы все, да, от которых никуда не уйдешь. Ведь на Земле никто не хочет уходить от гравитации, иначе он не сможет жить, правда, ни на одну секунду. Вот натуральные законы, даже сексуальные законы. На Земле все сексуальное. Это тоже натуральный закон. И интересно, что религии… Я люблю религии, но там есть плюс и минус. Религии часто приступают к натуральные законы. Например, будешь молиться – пойдет дождик. И вместе с тем отвергают сексуальность очень сильно. Или ее осуждают, или к ней имеют какие-то претензии. И, не знаю, искусственные всякие. Лишь только потому, что церковный закон – это придуманный закон. Да, это интересный, утопический, но придуманный. А сексуальность – это нормальный человеческий закон, правильный закон. Поэтому, кстати, козероги часто бывают очень сексуальными, хоть их и так многие и не видят. У них глубокое понимание сексуальности, чисто природное. А потому что это все естественно. Что естественно, то не безобразно. Вот это все для козерогов. И они не будут из этого делать какой-то артистизм немыслимый. Да, они это понимают как блаженство в натуральности. У козерог – это как зен-буддизм. То есть блаженство в работе, в натуральности, в естественном проявлении. Два козерога – это прекрасный тандем. Всегда, когда идете вы и знак по вашей стихии, когда одна и та же стихия – это лучший всего тандем. Люди всегда одной стихии на одной волне. Это все земные знаки, это стихии земли. То есть духовность земная на одной волне. Козерог с козерогами прекрасно дружат. Они могут найти общий язык. У них одинаковые цели. И самое главное, что они эти цели одинаковыми путями достигают. То есть очень созвучные люди друг к другу. Да, может эта пара казаться какой-то скучноватой для других знаков. Но ведь у каждого знака свой плюс и минус, правда? Относительно того, как мы видим других людей. А если люди живут по своим внутренним законам, им только свойственным, у них всегда это плюс. У них всегда это плюс. Поэтому козерог с козерогом – это прекрасное соотношение. Делаю чуть-чуть. Такой экран, чтобы было видно. Я буду все карты показывать, и они вам наглядно. Без слов буду тоже рассказывать кое-что. Я здесь даю эссенцию. Это самая главная фраза. Вот выбираю самый стержень соответствия всех знаков. А уже подробности, без воды совершенно, то есть в сухом остатке. А подробности вы уже сами поймете. Потому что вы очень мудрый человек. Каждый человек мудрый. И когда вам дать эссенцию, это самое главное, что вам должен дать человек, который посвятил свою жизнь этому. А вы уже дальше сами поймете. Чтобы было все так, знаете, компактненько, вам было легко смотреть видео. Итак, козерог-козерог сказала, да? Это хороший тандем, прекрасные отношения. Взаимовыважение, длительные отношения на всю жизнь. Доверие. Взаимодоверие. Следующий знак по закатикальному кругу. За козерогом у нас будет водолей. И я посмотрю соответствие водолея-козерога. Вот здесь. Смотрите, какая картинка. Она без слов вам объясняет, да? Водолей, ему кажется, что козерог его в клетку посадил. Потому что у козерога, да, рамки, рамки времени, рамки законов, натуральных законов. Вот если мы поймем закон духовности такой козерога, сатурнианский, мир какой есть. И нужно с ним учиться взаимодействовать. Мир не нужно пытаться изменить. Это чревато, понимаете? Нельзя там быть хорошеньким и будет лучший мир. Ну да, в этом тоже есть своя правда, но ненамного. В основном самый главный закон — примите мир, какой он есть. И не нужно его там критиковать, осуждать. А просто с ним взаимодействовать нужно. Но водолей не понимает этого. Водолей одухотворенный. Он хочет, чтобы обнялись все миллионы, чтобы правило любовь. Но на земле, к сожалению, не так. Одно животное ест другое. И это тоже натуральный закон. Водолей не смиряется с этим. Он такой вот Христос, который... Ну это тоже Христос, как понимание водолейское, что он объединяет миллионы, он правит любовь, он хочет жертвой своей даже доказать, что можно вымолить у Бога спасение путем жертвы. Ведь христианская идея Христос на Христе, жертва, которая спасла вас от греха, это очень брутальная идея. Значит, чтобы вас спасти от греха, кто-то должен страдать. И человек, я понимаю, такой человек как бы в нарицательном плане понимает, что там страдания, я понимаю страдания. Но здесь глубже, я не буду вдаваться в подробности. Но это свойственно все водолею. Жертву принесу, даже себя принесу в жертву. Но будет мир, будет любовь, будет взаимопонимание. Это классно. Без этого альтруизма невозможно ничего. Мы люди, мы имеем вот эту одухотворенность водолейскую. Но в то же время мы люди, мы приступаем очень часто на натуральные законы. Например, мы сексуально считаем грешную очень часто. Например, такой закон приступаем. Какой закон еще? Летаем на другие планеты, нарушаем закон гравитации. Но это хорошо, это водолейское, это чтобы расширять свои возможности. Например, в недры Земли идем, атомную энергию используем. Тоже опасно и так далее. То есть мы живем не так натурально, как мы хотим улучшить нашу жизнь. Это хорошо. Каждый знак по-своему хорош. Но эти два знака, они спорят немного с друг другом в этом плане. Потому что водолей не терпит ограничения, он свободный. А козерог, он понимает ограничения, он просто с ними работает. А водолей не может работать с ограничениями. Поэтому эти два знака, они немножко спорят между собой. Ну и потом земной знак и воздуха. Это, в общем-то, неплохо. Но и с другой стороны, воздух и земля. Земля, она холодная и сухая. Это понятие алхимии. А воздух, он мокрый и теплый. Видите, там разница большая. Поэтому здесь сложный тандем, сразу скажу. Но если есть у людей любовь, они все равно научатся жить друг с другом. Но здесь сложно будет им. Им надо будет долго притираться друг к другу. Ну вот, пару слов идем. Потом к рыбам. Сейчас все пройдем. Самую-самую главную эссенцию буду говорить. Вот смотрите, здесь вот такая богиня, которая плетет нить судьбы человека. Когда судьба, конечно, козерог – это судьба человека. Нужно знать, что каждый идет по своей судьбе и уважать свою судьбу и других. Это понятно. Ну а рыбы – это глубина понимания себя на таком уровне, на котором другой-другой знак не поймет. Опять же, рыба – это связь с кармическим прошлым, с родовой историей. И здесь вот умудренность козерога и умудренность рыб – она лучший тандем, чем с водолеем получается. Здесь больше люди, хоть и разных стихий, конечно, вода и земля, но тем не менее, вода тоже считается холодной стихией, как и земля. Поэтому много общего у них в этом плане. Что они могут, не то что холодная кровь, но нет, это чисто алхимически. Они могут взаимодействовать, потому что как-то разговаривают на одном языке. Вот такая неторопливость, спокойность, мистика рыб, такая где-то совсем такая мистика, усложненная, сложная мистика. И очень простая мистика козерогов. Она дополняет друг друга. И эти люди, они чуткие, чуткие по отношению друг к другу могут быть. И прекрасный союз с рыбами, вообще союз у всех, у многих хороший. Потому что рыбы, они спокойные люди, спокойные для длительной жизни. А с рыбами на короткий период может недостаточно быть страсти, например. Но у этих, может быть, и не будет такой бешеной страсти, у этих людей. Зато будет любовь, взаимопонимание, взаимоуважение. И они будут говорить на темы, которые будут понимать. Они будут друг друга понимать. Не всегда, но все-таки часто. И это очень хорошо. Здесь есть чуткость, чуткость в отношениях. Дальше мы будем искать карту Овнов. Давайте будем искать карту Овнов. Вот. И здесь тоже без слов карты говорить с вами. Здесь король Артур, который вынимал этот меч годами, потому что его высшие силы сподвигли. Король Артур у Бритова, он как у нас Христос, да, спаситель. Даже, кстати, сейчас считается, что он отдыхает на острове Авалон. И когда нужно будет людям помощь, он всегда может ожить и прийти на помощь. Так вот, никто из рыцарей, все эти найт, все рыцари не верили, что он может вынуть этот меч из камня. И хоть видели, что он делал это из года в год, но не верили ему долго. То есть, видите, люди не верят в других, а сами пробовали, не могли вынуть. Понимаете? И здесь получается так, что если Овен, он знает, что он выимет этот меч и пойдет воевать. Обязательно. То есть он сделает это движение помощника, завоевателя. Он на импульсе работает. На импульсе. Импульс. Когда король Артур стал королем, это импульс, когда он вынул этот меч, наконец все это поняли. Одно дело смотреть, а другое дело видеть. И в десятый раз, в десятый год, по-моему, там много лет он вынимал его, они все равно не верили. Раз в год было такое состязание. Наконец они прозрели. И вот здесь интересно, что Овен, он становится спокойнее с козерогом. Он как бы настойчивый. Артур, он был еще юношен, он был очень настойчивый. Он знал, что это его миссия. Он каждый год показывал им. Он знал, что они не имеют глаз, чтобы увидеть. Они смотрели, но не видели. И он, вот эта настойчивость, ему помогла стать королем и прославить, ну и помочь людям. Так вот здесь на этой карте показано, что козерог может дать терпение Овну. Овну не хватает терпения. Это очень хороший тандем. На самом деле, кажется, что не очень хороший был бы, потому что огонь и земля. Земля тушит огонь. Но в этом случае это хороший тандем. Овну нужен кто-то, кто его организует, кто его как бы приструнит немножко, кто даст ему терпение. А козерогу, вообще козерог это самая такая высокая ипостасия. Ему никто не нужен. Он может быть сам. В любом случае он снисходительно как-то так с добром относится ко всем. И к Овну тоже, конечно. Это неплохой союз. Хотя один будет яркий, страстный, как Овин, другой будет спокойный. И может быть страстному человеку его будет бесить, что козерог слишком спокойный. Он знает, что натуральный закон все равно победит. Это козерог. Вот. И Овин может беситься. ему раздражать может его это спокойствие. Но со временем он поймет, что это ему помогает, чтобы его не растерзал этот импульс. Потому что, если Овин слишком вдается в свое импульсивное, это его может растерзать, может замучить его. Просто нервно может устать. устать. Поэтому это хороший союз, на мой взгляд. Часто бывает. Но я тоже принимала много людей астрологические карты. Очень долго делала. И тоже на основе, конечно, своего опыта я здесь. Ну, а также мои знания астрологические. У меня был очень хороший учитель по астрологии Джон. А теперь мы перейдем дальше. И мы возьмем с вами следующую карту. Это будет у нас телец. Вот. И что мы здесь видим, дорогие друзья? Святой Франциск. Да. Это вот такая карта умиротворения, когда именно духовность она проявляется в живом мире. Живой мир, он вот мы видим, понимаем, какой творец путем живого мира. Вот это ласковый, красивый мир, где овечка, здесь такое послание, где-то есть такой пассаж в Библии. Овечка и лев пасутся вместе и умиротворение. Ну такого же нет на земле, да. Это такой придуманный мир. Вот. Телец и козерог. Кажется, что оба земные знаки, все должно быть хорошо. Да, действительно, это так. Но вот такая идиллия, она может привести к тому, что где-то будет немножко утопия. Утопия в планах для тельца может быть. Хотя это идеальный союз. Например, если, ну разные же могут быть признаки, все тельцы разные, все козероги разные в любом случае. Я вам только сенсию даю. В любом случае, если человек, например, где-то расходится с другим во мнении, где-то люди друг друга не понимают, они могут все равно договориться. Это прекрасный тандем. исходя из того, что одна стихия, всегда люди одной стихии прекрасно находят общий язык. Это первое правило. Сходная стихия по алхимии, которая друг друга дополняет, например, воздух и вода, друг друга дополняет, воздух есть в воде и вода в воздухе. Или, например, одной стихии, как здесь земля, люди могут очень счастливую жизнь иметь. Иногда даже слишком идеальную. Это идеальная пара. Идеальная, что редко бывает. если это не идеальная пара у вас, ведь любой знак, он может быть ментально не очень-то стабильный, правильно, родовая история у всех страшная. К этому можно стремиться. И теперь уже психиатрия до такого совершенства дошла и идет еще лучше, что им медикаментозное потрясающее лечение и тоже вот такое альтернативное, комплементарное, как гомеопатия, я гомеопат или же на картах вот такое астрологическое тоже помощь. Так что теперь очень много помощи. С ютубом вообще человек может много помощи получать и улучшать свои возможности. Прекрасный тандем. Смотрим теперь близнецы. Вот эта карта, она без слов объясняет. Вот смотрите, близнецы, конечно, раненые душой часто люди, да, у них очень нежная душа. Я уже делала видео для близнецов, там больше объясняла. Посмотрите, пожалуйста, вообще лучше все видео смотреть. Опять же, повторяюсь, вы больше узнаете о себе и других людях, значит, сможете с этим миром лучше взаимодействовать для продвижения же себя самого. когда мы интересуемся другими людьми, с нами мир взаимодействует и мы можем быть и богатыми, и успешными. Когда мы не взаимодействуем с другими людьми, когда мы интересны только сами себе, тогда мир отворачивается. И астрология учит понимать себя и других людей. Вот поэтому она прекрасная древняя психология, да, основанная, кстати, на опыте. Астрология это не вера, поэтому верю в астрологию, это меня иногда так раздражает, когда люди говорят я не верю в астрологию, в нее не нужно верить, это не вера, это древняя наука, то есть все опытным путем, путем записывания, записывания за каждым человеком и сравнивания. Поэтому в нее не нужно верить, это основано на тысячами и тысячами лет. Психологии там у нас всего сто лет или сколько, чуть больше, а астрологии тысячи и тысячи лет, так что здесь доказательным путем все, здесь нужно верить в нее, она есть, она это правда. Смотрите, то есть про близнецов не буду повторяться, но посмотрите, пожалуйста, это видео, если вам интересно, конечно. Близнецы очень люди нежные, нежные душой, да, их очень легко ранить, у них оголенная душа, потому что вот там эти два брата по мифологии мы лучше всего понимать, начинаем близнецов, когда один брат жил днем, другой ночью, но они же хотели очень встретиться, но никак не могли, никак не могли. и божественный брат пожертвовал своей жизнью ради земного брата, который погиб, чтобы вернуть его хотя бы на полсуток к жизни, поэтому близнецы очень неуверенные, часто бывают, нежная такая душа, ранимая, они и без людей не могут, и с людьми им тяжело. А вот с козерогом, конечно, близнец получает стабильность, это безусловно, он, вот это для него как палочка-выручалочка, близнец с козерогом прекрасно будет себя чувствовать, ну а козерогу придется еще тащить на себе, вот помочь, помогать близнецу, да, должна быть сильная любовь, если козерог любит близнеца, он будет делать это, конечно, с удовольствием. Это неплохой тандем, Меркурий, он вообще все соединяет для любви, для бизнеса, все соединяет. А Сатурн, он, конечно, дает вот эту мудрость, и поэтому близнецы очень мудрые люди, очень умные, но они неустойчивые, козерогу устойчивые, поэтому друг друга здорово дополняет, прекрасный тандем, я бы сказала. Идем дальше, и здесь мы будем смотреть для уважаемых раков, где вы здесь, вот, эти потом я выложу, аккуратненько, пока раков посмотрим здесь. Посмотрите, снежная королева, почему здесь снежная королева? Чувствительному раку, который, вот, оголенная душа, да, тяжело очень видеть, он думает, что козерог, он безразличный, это первое, говорю. Но рак, понимаете, это когда ментально нестабильный, он такой чувствительный, ну, естественно, луна переменчивая, луна на него сильно влияет, планета, руководительница больше всего влияет на человека, да, самое сильное влияние, ее нужно понимать, чтобы себя понимать, нужно понимать свою планету, руководительницу. Это правда, что раки такие переменчивые, потому что ими луна руководит, но тоже раку нужно научиться удовлетворять свои потребности, своими силами. Это нужно для рака, обязательно познать вот это. Раки, они caregivers, они дают другим заботу, потому что это легче, чем заботиться о себе, о себе очень трудно заботиться. А вот, и раки могут в присутствии козерога начинать заботиться о себе, потому что козерог их очень заземляет хорошо, делает их более устойчивыми, не правда. Это хороший союз. Если раки перестанут жаловаться и сетовать на козерога, он же другой, все люди другие. Мы не можем сетовать на другого человека, потому что он не такой, как мы. Это просто нереально и несправедливо. Человек не может жить для того, чтобы подходить нам. Человек живет просто, какой он есть. И подходит или не подходит, мы выбираем. Знаете, это как мы шведский стол в ресторане. Этот человек нам подходим, пробуем это блюдо, это не подходит. И на основе этого мы понимаем людей больше, с какими легче взаимодействовать, с какими. Может, это вообще не нужно. Но если влюбились друг в друга, значит, вам нужно взаимодействовать. Правда же? Ракам нужно научиться не думать, что козероги сухие. Они не сухие, они просто другие, они совсем другие люди. Я уже объясняла, какие, понимаете. И когда раки перестанут ожидать, что козероги будут такие же, как и они, переменчивые, эмоциональные, они поймут, что поймут в козерогах это золотое, их качество, и тогда будет все хорошо. Здесь возможно. Вообще козероги уживаются со многими знаками. И просто с ними многие не могут ужиться, поскольку их всегда осуждают. И это даже обидно слышать. Я очень люблю козерогов. Все знаки люблю, конечно. А вот, теперь переходим на для львов. Вот здесь львы у нас. Смотрите, тяжело нести, да, такие карты все какие-то, такие темные, тяжелые. Вот, к сожалению, так мир видит козерога, но это не так, на самом деле. А натуральные законы, они такие. Нам кажутся тяжелыми, если мы их хотим избегать, если мы хотим им противостоять. Конечно, противостоять гравитации невозможно. Она окажется очень тяжелой. Но если взаимодействовать с гравитацией, она нам на пользу людям. Мы ее пользуемся. И поскольку многие знаки не понимают козерогов, козероги кажутся для них тяжеловесными. Это все не так. Это все не так. Если вы поймете эту разницу, уловите эту струнку, вы поймете этих людей. Они вам могут быть очень приятны и интересны. Львы яркие, конечно. Львы гордые. Львы красавцы. Это вот любовь к себе привлекает других людей. Потому что те, кто любит себя, конечно, нам интересно. Мы в них влюбляемся. И поймите, что такому льву будет очень сложно понять такого серенького козерога, который до такой степени балдеет от этой натуральной жизни, что ему не нужно ее украшать. Она вот какая есть, его просто завораживает. Многие знаки нет, сетуют на жизнь, на обыденность, а козерог и еще и дева в обыденности видят наслаждение. Вот как зен-буддизм, еще раз повторяю, в обыденности наслаждение. Я привожу пример зен-буддизм. Я не буддист, просто что это характеризует хорошо. Вот. И это трудный тандем. Очень трудный. Потому что здесь огонь с землей, а земля тушит огонь. Понимаете? Здесь это трудный тандем. А тогда земля показывает льву, что нет, все не так, все по-другому. Не все цари, не все... В общем, здесь они как бы сталкиваются лбами. Вот эта гордость, лев, он просто хорош, какой он есть. Ему ничего не нужно делать, чтобы жизнь была прекрасна. Он себя миру показал, он украсил собой мир. И на самом деле, я как астролог вам скажу, мы все должны украшать собой мир. Каждый знак по-своему красив, и именно своими качествами украшать этот мир. Тогда с нами будет мир взаимодействовать. Правильно, по льву. Лев тоже может нам помочь. Но козерог, он даже вот меньше всех хочет украсить мир. Он просто очень четко, натурально понимает мир, какой есть. Все. Он не хочет, например, выращивать сад для цветов. Он будет выращивать фруктовый сад, чтобы еда была. А для льва нужны цветы. Вот это сложный тандем. Они будут нагружать друг друга. Но если люди любят друг друга, они приспособятся к друг другу. Просто займет немножко больше времени. А вот здесь, если вы женщина-левый, у вас мужчина-козерог, он вам в постели будет казаться скучным, неинтересным. С ним будет тяжело жить, потому что в паре важна постель, конечно. Это номер один. И для льва очень сложная связь с козерогом. Такая, да. Дальше будем смотреть. И здесь будет у нас Дева. Дева-козерог. Это очень хороший тандем, хоть и карта такая страшная. Вот. Но нужно ее понимать, эту карту. Это когда у меня уроки по символон, я именно карты рассказываю. А здесь карты просто как наглядное пособие. А смотрите, Дева-Меркурий управляет, и она земная, и козерог земной, Сатурн управляет. Они очень похожи. Они очень похожи. И может для других это кажется такой союз пугающим, обыденный какой-то. Вот как хюгэ голландская, да. То есть обыденная жизнь в кайф. Вот другим народам кажется такая пуританская обыденная жизнь в кайф. Что такое? Это вообще неинтересно. Ну скучно. Нет драйва такого испанского, знаете, где горячая кровь кипит, да. Вот. Ну а для пуританцев это самое, оно, самая роскошь. Поэтому видим разные судьбы, разные люди по-разному живут. Это прекраснейший тандем. Хоть и пугает других людей. Вот. Это прекраснейший тандем. Когда есть взаимопонимание, одна стихия, на одной волне люди. Вот. Вычурность в постели ни одному и другому не нужна, например, да. И вычурность там, изощренные какие-то дорогие вещи тоже не нужны. Им нравится простое все. Великолепный тандем. Дальше идем, смотрим. Козерог и весы. Весы. Так, определит и карта уже правильно. Мы уже приближаемся к следующим трем. Смотрите, здесь карта вдовы. Ну да, весы хотят себе яркого партнера в постели. Для весов это важно. Они эстеты большие. Им нужно, чтобы был изощренный секс. Красивый, очень изощренное. Все вокруг. Все должно быть очень эстетичное. Не обязательно, ну, дорогое. Для многих даже, кстати, дорогое. Венера любит богатство. Такое изящное, красивое. Ну а для козерога это не главное. Поэтому для весов очень трудно жить с козерогом. Скучно, неинтересно. Могут ли они быть вместе? Конечно, могут. Но здесь нужно время. Понимаете, воздух и земля не соответствуют друг другу. Земля и воздух. Земля мешает, вернее, воздух мешает земле. Земля объединяется с воздухом, да? Она как пыль становится и уходит. Поэтому эти стихии не соответствуют. Таким людям очень сложно с друг другом. А если есть любовь, тоже можно. Но много лет пройдет, пока они смирятся. А бывают пары, которые всю жизнь проживут, и они не могут смириться с тем, что они очень разные. Очень разные. Что касается Скорпиона и Козерога. Вот смотрите, тоже карта скучная, да? К сожалению, опять же, Козерог кажется скучным для другим, потому что мы не хотим или не можем как-то увидеть в этом свое качество. Каждый человек по-своему красивый, хороший и интересен, да? Вот. И может быть для некоторых, как для Козерога, чрезмерная, такая где-то стрельцовская даже. Вот здесь стрелец пойдет дальше. Такая яркость, харизма, тоже скорпионовская харизма. Она им непонятна, они устают от этого, и это тяжело. Так же долго нельзя, это напрягает сильно, да? Другие знаки. Для Скорпиона и Стрельцова это нормальное состояние, а для Козерога это тяжелое состояние. Поэтому здесь мы имеем огонь и земля, тоже. Но это не огонь, естественно, это вода, но это огненная вода. Скорпион особенный знак. По той причине, что огненная вода, понимаете? Огненная вода. Огненная вода не бывает, да? Подумайте сами. То есть, поэтому Скорпион, он такой разный, такой интересный знак. У меня есть отдельное видео, конечно, о Скорпионах, посмотрите, если вам интересно. Сложные им вместе? Они друг друга как бы отменяют, да? они друг друга не дополняют никак. И что нужно знать об этих знаках, что когда они вместе, вот клише, вот клише, да? Скорпион думает, ой, какой же он скучный. А Козерог думает, ну я устаю от этого безумия полного, да? То есть, Скорпион не безумный, но он Козерогу кажется безумный. Козерог не скучный, но Скорпиону кажется скучный. Вы понимаете, да? Потому что разные энергетики, и это, ну, это сложный союз. Это сложный. Если вы, вы, женщина, Козерог, и у вас мужчина Скорпион, у вас к нему будет страсть безумная, но он может еще кого-то иметь, потому что ему нужна яркость какая-то особенная, а вас яркость утомляет, просто спокойная жизнь вас устраивает. Но это не у всех, это в основные характеристики, конечно, только. Теперь я посмотрю следующую карту. Здесь Козерог и Стрелец. Вот смотрите, что получается. И там, и там духовность. Стрелец, это вот, в общем-то, похоже на водолей. Очень. Это когда есть такое возвышенное ощущение жизни, да? когда у человека есть понятие, что я вижу картину в общем, детали для меня не важны. А Козерог думает, а Бог в деталях. Понимаете? Когда Стрелец говорит, я воодушевляюсь идеей, а вот как ее в жизнь претворить, претворить мне не важно. Вот для меня идея важна, новизна, идея, вот всякое такое, даже если утопическое, Козерог говорит, а нет, эта идея не сработает. Он очень практичный, да? Потому что натуральный закон опять в этом их разногласия. Огонь, опять же, с землей, поэтому огонь с землей не дружит. Здесь люди могут долго не понимать друг друга. Если вы Козерог, мужчина у вас Стрелец, он тоже будет такой огненный, вспышкой и погас. А Козерог долго, долгоиграющий. Поэтому, чтобы прижиться друг к другу, может занять время. Но если есть любовь, любые знаки могут прижиться друг к другу, правда же? Ну вот, так в нескольких самых-самых ключевых словах для вас о совместимости знаков и в чем сила Козерога была видна через все знаки, когда я проходила. С любовью к вам, кто не знает, меня зовут Лена. Работа на YouTube называется Ко Лена. Вообще, в переводе с иврита это голос Лены. Мне очень приятно, если вы новенький подписчик. Я очень люблю своих любимых друзей. Для меня это моя эзотерическая семья. Подписывайтесь. Будем вместе с вами радоваться жизни и получать удовольствие от работы с духовностью. А я вас буду видеть на моих следующих видео. Всем добра. Пока-пока.